Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я поздравляю вас с началом новой вебинарной недели в Директ-Академии. Наша нынешняя неделя будет полноценной. Каждый рабочий день будет проходить вебинар. И о них я расскажу чуть позже. Пока несколько слов, как всегда, общих. В самом начале чата, в основном для тех, кто в первый раз приходит на наш вебинар, в самом начале чата есть две полезные ссылки. Первая из них ведет на наш сайт. Главная страница сайта является страницей расписания вебинаров. И в этом расписании можно зарегистрироваться на все вебинары до конца нашего учебного года, а также посмотреть записи всех вебинаров, которые уже прошли. И, собственно, вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, где хранятся вообще все вебинары, записанные нами за те четыре года, которые мы проводим наши вебинары. Там и скопилось уже 270 записей. Так что это обширное поле для того, чтобы посмотреть нечто такое… Видео база знаний по тем вопросам, которые могут вас заинтересовать. Ну и, как всегда, проанонсирую несколько следующих вебинаров. Сегодня я дам вебинары на всю неделю. Вот так вот, четыре вебинара. Кроме сегодняшнего вебинара, давайте начнем с самого конца. Продолжением сегодняшнего вебинара будет пятничный вебинар 13 апреля. Это будет второй вебинар из серии для спикеров, может быть, для будущих спикеров, может быть, для тех спикеров, которые начинают только свою деятельность вебинарную. Будет он называться «Вебинар – это очень просто. Практические советы преподавателя». В данном случае будут иметься в виду практические советы спикеру. Вот, завтра, 10-го числа, во вторник, у нас очень интересный вебинар. Впервые у нас выступит на Директ-Академии ректор ВУЗа, ректор Костровского государственного университета Александр Рудольфович Наумов, молодой прогрессивный ректор. Ну, интересно то, что он не только ректор, а он еще и активный участник, редактор российской Википедии. И он же, ну, скажем так, автор методики по применению Википедии в учебном процессе ВУЗа, высшего образования. Он еще не будучи даже ректором, занимался этим делом со своими студентами. Они вместе создавали Википедийные статьи. Вот я очень рекомендую вам этот вебинар. Ну, 11-го числа в среду тоже будет мой вебинар. Я сейчас достаточно кучно буду выступать, но потом меня будет меньше, так что успеете отвыкнуть. Вот. Будет называться вебинар «Используем бесплатные интернет-сервисы для продвижения своего учебного курса». Вот. Ну и, наконец, 12-го числа, 12-го апреля в четверг будет проходить вебинар нашего постоянного спикера «Марина Орешко». Это очень полюбившийся спикер нашим слушателям, очень востребованный. Будет называться «Скрайбинг и анимирование презентацией. Видео информация в новом формате». Предупреждаю вас, что народу будет много, поэтому приходите заранее. Вот за 15 минут открывается вебинар. Приходите заранее, потому что, судя по тому количеству зарегистрировавшихся, которые я вижу сейчас, могут быть проблемы с объемом вебинарной комнаты. То есть, может кто-то и не успеть попасть. Общее число может превысить 200. Ну что ж, а мы приступаем, собственно, к нашему сегодняшнему вебинару. Неодновременно открываем короткий цикл для спикеров. Короткий из двух вебинаров. Вот первый вебинар будет называться «Вебинар – это очень просто. Подготовка материалов вебинара». Давайте посмотрим вообще, каков вебинар глазами спикера, какие перед ним стоят задачи. Ну, во-первых, это подготовка к вебинару, то есть подготовка тех материалов, которые будут показаны во время вебинара, показаны, рассказаны и так далее. Второе – это технологический вопрос. То есть вопрос о том, как вообще работает вебинар. Ну, может быть, не очень глубоко, да, не на уровне программирования и средств связи, да, а просто на уровне понимания. Ну, и третий вопрос – это формирование взаимодействия, то есть как вести себя со слушателями, как подсматривать в чат, что делать, какие заготовочки надо иметь, как купировать нехорошие ситуации всякие и так далее, и так далее. Вот наш сегодняшний вебинар будет посвящен первой из этих трех тем. Второй темы мы касаться не будем, потому что это несколько специфическая вещь. А вот третью тему взаимодействия, сейчас я включу карандашик, вот эту вот тему мы с вами рассмотрим в пятницу. Это как раз и будут те советы преподавателю, как вести вебинар. Сегодня же мы рассмотрим, как я уже говорил, контент вебинара или как к вебинару подготовиться. Вот киношники говорят, что этап препродакшн, то есть то, что идет, ну, они все делят на три этапа, да. Этап препродакшн, подготовка, этап продакшн, это, собственно, съемки. И этап постпродакшн, это то, что происходит после съемок. Вот, ну, в некотором смысле для вебинара можно ввести те же самые три времени, да. Вот первая из них, препродакшн, она определяет качество вебинара. Точно так же, как препродакшн в фильме определяет его качество. Если ты плохо подготовился, то уже никакой съемкой хорошей ничего не сделаешь. Вот так же и здесь. То есть изначально качество вебинара определяется именно теми материалами, которые вы подготовили. Конечно, подготовив хорошие материалы, можно все равно вебинар убить, если никакого взаимодействия не будет, если вы неправильно говорите, не отвечаете на вопросы и так далее. Ну, уж если у вас плохой материал, то на основе этого плохого материала, ну, вам надо будет включить все свое, все свои умения во взаимодействии, чтобы как-то вебинар вытянуть. Поэтому качество вебинара начинается с подготовки контента для вебинара. Ну и сегодня мы как раз этот вопрос и рассмотрим. Рассмотрим мы сегодня вот такие вот вопросы на нашем сегодняшнем вебинаре. Первое – это поговорим о форматах файлов для вебинара и об особенностях их показа. Поговорим о подготовке презентации как основного вида визуальной информации в вебинаре. Поговорим о текстах, поговорим об опросах. Немножко поговорим, точнее так, немножко поговорим о вопросах, а вот об изображениях поговорим немножко подробнее, потому что использование изображений в вебинаре – это тоже одно из основных. Скриншоты как важная часть изображений выделены в отдельный пункт, потому что очень часто от качества скриншотов зависит качество вебинара. Дальше поговорим об использовании видеороликов в вебинарах и о таком важном для нас подразделе видеороликов, как скринкасты. Причем выделим среди них скринкасты с озвучкой, то есть такие традиционные скринкасты, учебные ролики и немые скринкасты, которые вы собираетесь озвучивать прямо по ходу вебинара. Ну и, наконец, поговорим о важности материалов, размещенных под лицензией Creative Commons для создания контента вебинара. Ну, поехали. Итак, форматы файлов. Что должен для себя выяснить спикер, прежде чем начать подготовку к вебинару? Ну, во-первых, он должен выяснить, какая вебинарная платформа будет использована на его вебинаре. И выяснить для этой платформы достаточно много вопросов. Первое из них – это какие форматы поддерживает вебинар. Вот, например, те, кто работает в нашей виртуальной комнате от Мирополиса, для них, может, и привыкли к тому, что здесь показывается... Здесь возможна загрузка прямо презентаций в формате PPT, PPTX. Они могут быть очень неприятно удивлены, узнав, что некоторые другие вебинары не поддерживают напрямую этот формат. А надо, например, срочно конвертировать... Вот уж 5 минут до вебинара, а вам надо срочно конвертировать презентацию в другой формат, например, в PDF и так далее. Вот. Таким образом, выбрав те материалы, которые вы хотите показать, вы первое, что должны сделать – это убедиться, что ваш вебинар поддерживает данные файлы. Следующий вопрос, который вы должны себе задать – это будем ли мы эти файлы показывать, то есть будут ли они участвовать в показе, или это просто те файлы, которые вы даете в ресурсах на скачку. То есть даете возможность их скачать, и потом, чтобы слушатели их обрабатывали уже на своем компьютере, каким-то образом использовали в качестве домашних заданий или еще как-то. Ну, короче говоря, показ которых непосредственно на вебинаре не предусмотрен, а они служат для каких-то других целей. Следующий вопрос, который вы должны себе задать – это насколько тяжелый ваш формат. То есть, если вы, например, загружаете видеоролик, то формат MP4 достаточно легкий. А вот формат AV может быть достаточно тяжелым, и его вебинар может не проглотить. Мало того, что он может и не уметь показывать такой файл, он может просто его не загрузить по лимиту объема вебинара. Вот, например, у Мерополиса лимит объема 50 мегабайт. Соответственно, все файлы вы должны распределить по этому качеству. Больше они 50 мегабайт или меньше. Ну, и чаще всего получается, что тяжелые форматы, они вылезают за этот лимит, и приходится с ними что-то делать, срочно конвертировать и так далее. Вот, чтобы не делать это срочно, надо заранее знать лимиты и заранее преобразовывать все неприятные форматы в форматы, которые для вебинаров являются более приемлемыми. Ну, и, наконец, вопрос. Да, в данном вебинаре, ну, я, честно говоря, не хочу так уж сильно делать акцент на Мерополисе, потому что много разных платформ есть, пытаюсь все-таки обобщить это как-то. Ну, конкретно в Мерополисе можно много, много файлов по 50, да. Я не знаю, лимит ни разу в количество файлов не упирался, вот, ну, по крайней мере, штук 15 точно можно. Да, и последний вопрос по форматам, которые надо задать, это стандартный формат или специфический? То есть, насколько этот формат принят для обмена данными в интернете? Если этот формат специфический, скорее всего, вебинар его не распознает, но тогда этот файл можно использовать просто для передачи, для скачки вашими пользователями. Вот, возможно, это тоже необходимо, если у вас в вашей области есть какой-то специфический формат, который не используется в других областях. Ну, а теперь конкретнее по форматам, какие форматы для чего хороши. Разумеется, основными форматами для вебинара, который часто опирается на показ презентации, являются, собственно, файлы презентации PowerPoint. Это файлы PPT с расширением PPT и PPTX. Вот, насколько я знаю, большинство вебинаров форматов других презентаций не принимает. Ну, надо попробовать, конечно, но я очень сильно сомневаюсь. Поэтому, если вы готовите презентации в каком-то другом продукте, то позаботьтесь заранее о том, чтобы их преобразовать либо в PPT, PPTX, либо, что чаще возможно и проще, в PDF. Ну, в PDF тот, который поддерживает формат презентации. То есть, вот такого вот длинненького формата, не как документ обычный, да, а вот такого презентационного формата. Вот, собственно, формат PDF поддерживается практически всеми вебинарными системами. Проигрывание файлов, видеофайлов. MP4, если у вас будет MP4, скорее всего, тоже любой вебинар поддержит это. Вот, так что лучше именно в этом формате держать свои видеофайлы для вебинаров. Для изображений. Форматы JPEG и PNG. JPEG для растровых изображений, фотографических и похожих на фотографические. А PNG это для скриншотов, для там, где есть тоненькие линии, например, мелкие шрифты и так далее. Потому что JPEG может попортить такие файлы. Прошу прощения, попортить такие тонкие линии. Ну, как правило, все вебинары понимают также и простые файлы. Текстовые, вордовые и так далее. В этом случае, однако, надо понимать, что не все текстовые и файлы, сверстанные в ворде, нормально будут смотреться в вебинаре. Они, как правило, вертикальные. А вертикальные файлы показываются с уменьшением и, в общем, не всегда это оправдано. Поэтому, если у вас текстовая информация, лучше вставляйте ее в саму презентацию. Либо передавайте отдельным PDF-файлам. Либо имейте в виду, что такие файлы можно давать на скачку, но показывать их может быть не очень хорошо. Если необходимо передавать архив, используйте формат zip как самый употребимый и тот формат, который точно все ваши слушатели смогут распаковать. Конечно, есть гораздо большие, гораздо лучшие архивные программы, та же 7zip, например, которые лучше жмут и так далее. Но имейте в виду, что ваш конечный пользователь может и не иметь на своем компьютере такое программное обеспечение. И поэтому используйте лучше консервативный формат zip, нежели что-то новое. Ну и повторюсь, что если форматы, если на скачку, то в принципе это может быть любой формат, лишь бы он по размеру закачался в ваш вебинар. Про форматы все, теперь поговорим подробнее о презентации. Презентация, как я уже говорил, это один из основных ваших ресурсов, которые вы будете показывать. Которая ориентирована именно на показ, не для перенесения. То есть, конечно, вы можете разрешить и скачать презентацию, но самый главный смысл презентации – это визуальная поддержка вебинара. 90% всей визуальной поддержки вебинаре – это как раз презентация. Вы знаете, я не буду давать ссылки, тут их может быть достаточно много, я не помню, честно говоря. Скачайте презентацию в общедоступных ресурсах. И я вообще вам советую скачивать презентации. И оттуда все ссылки будут доступны, потому что каждого из них в чат, я считаю, не очень правильно давать. Это просто отвлекает немножко от самого вебинара. Открыто для скачивания у нас практически всегда. Денис, у нас практически всегда открыто для скачивания презентации. Ну, иногда спикеры дают ее в формате PDF для скачивания, а я даю в обычном формате по ПТХ. Ну и, к слову уж, если вам эта презентация необходима, можете ее использовать. Единственное наше условие – это со ссылкой на Директ Академию и на автора презентации. Ну и тут я вам показываю несколько кадров из своего учебного курса про подготовку видео, потому что почти один в один то, что я говорю про презентацию как основу для учебного скринкаста, можно сказать и про вебинар. Только заменив слово «видеоролик» на слово «вебинар». Итак, первое, что нам надо запомнить, это то, что презентация является промежуточным материалом для вебинара, и не надо пытаться делать презентацию самодостаточным документом. Вот чтобы ее можно было скачать, и тогда вроде как и вебинара не надо. Можно просто ее прочитать, и все будет хорошо. Нет, такие презентации не надо делать, они выглядят ужасно, потому что содержат большое количество текста. Текст приходится делать мелким, который не очень хорошо виден на многих экранах. Если у вас есть необходимость сделать такой документ, ну просто сверстайте его в Варде, сохраните в формате PDF, и вот в таком формате передавайте вашим слушателям. А презентация – это не самодостаточный документ. Она подразумевает, что вы будете ее озвучивать голосом, и голосом будет сказана ее существенная часть. Не просто какая-то часть, а существенная часть. Вот, исходя из этого, пытайтесь готовить свои презентации. Я здесь только вкратце коснусь вопроса качества презентации, потому что в основном по этому вопросу очень много в сети материалов. Ну вот, приведенная мной здесь ссылка – это один из таких материалов. Там еще будет одна ссылка через несколько слайдов. Да, вот повторюсь, этот слайд как раз говорит о том, что презентация будет использована в вебинаре, где важна не только графическая часть, но и звуковое сопровождение. То есть, ваше объяснение голосом. А также будет важен темп смены кадров. В том смысле, что на какой-то кадр можно несколько секунд потратить, потому что комментарий там будет совсем короткий, а другой вы подробно будете рассматривать. Все это невозможно сделать, если вы просто используете презентацию как документ. Имейте в виду, что во время работы в вебинаре вы можете использовать всякие устройства для рисования. Поэтому стройте свою презентацию так, чтобы… ну, она может быть, ее визуальная часть, то есть графическая часть, может быть немножко неполная, с учетом того, что вы потом собираетесь на ней что-то нарисовать. Ну вот, например, у меня тут в разных вебинарах есть разные системы для рисования. Вот, например, я очень люблю пользоваться вот таким вот рисованием. Просто что-то отмечать, ставить галочки, какие-то циферки рисовать. Ну там могу выбрать прямоугольничек нарисовать, кружок нарисовать и так далее. Овал, что-то шрифтом написать. Ну, не буду сейчас этого делать. Обычно просто что-то отмечаем на презентации. Например, пункты по ходу озвучивания пунктов могу писать… Ой, прошу прощения, сейчас переключусь снова на маркер. Отмечаю первый пункт, говорю о нем, второй пункт. Мышкой, правда, не очень здорово рисовать, но, в принципе, научиться можно, ничего страшного. Вот. Используйте это, потому что это очень привлекает внимание к графической части и заставляет вашего слушателя сосредоточиться. Если же вы просто долго будете говорить на фоне одного кадра, то это рассредотачивает внимание. Хотя, конечно, то, о чем я сейчас говорил, я, наверное, повторю эту часть в нашем следующем вебинаре. Это уже находится на границе между контентом и поведением спикера во время проведения вебинара. Как же делать такой вебинар? Вот есть тут хорошие рекомендации, правда, просто по поводу того, как делать красивые презентации. Очень коротенький открытый курс от компании «Центр и Лёнинг», который они в свое время в открытый доступ выложили. Такой мини-курс займет у вас 20 минут максимум просмотр этого материала. Там сказано про цвета, про шрифты, про размеры и так далее. Ну, имейте в виду, что ваша презентация должна содержать, каждый слайд должен, как правило, содержать какую-то картинку и один или несколько коротких тезисов. Это именно короткие тезисы, а не законченные предложения. Иногда можно и тезис в виде законченного предложения тоже поместить, но тогда желательно, чтобы он был один, а не несколько. Ну и вторая рекомендация. Используйте, если в вашем университете, например, есть готовые шаблоны, дизайнерские шаблоны для учебных презентаций. Обращаю ваше внимание, не просто презентации, а учебных презентаций, потому что подходы несколько разные в маркетинге и для учебных презентаций. Вот тогда просто их используйте, потому что, конечно, использовать труд дизайнера – это здорово. Но, однако, можно обойтись и без этого. Вот так выглядит, например, один из шаблонов, подготовленных дизайнером. Это шаблон с рекомендацией дизайнера, который вот здесь вот пометил, что каким шрифтом, какова зона и так далее. Конечно, на основе такого шаблона гораздо проще подготовить презентацию, нежели просто с нуля. Готовьте ваши презентации так, чтобы внутри презентации была своя структура. То есть вебинар не должен быть монотонным в смысле просто перелистывания отдельных слайдов, которые не собираются в какую-то большую структуру. Пусть у вас будут отдельные вопросы, которые вы рассматриваете на вебинаре, еще какие-то контрасты, чтобы было понятно, что презентация состоит, ваш вебинар состоит из каких-то частей, и эти части как-то логически между собой связаны. Все, что имеет структуру, воспринимается гораздо лучше, чем нечто безструктурное. Поэтому всегда структурируйте. Иногда, может быть, даже до создания вебинара подумайте, из каких частей он будет состоять, и как вы эти части будете комплексировать друг с другом. Вот теперь хочу с вами поговорить о таких вещах, как внутрикадровая анимация и вообще анимация. Это тот прием, который я очень советую использовать для создания видеороликов на основе презентации. Но это тот прием, который в 99% случаев не подходит для вебинара. То есть вот этот вот слайд я сейчас беру и просто зачеркиваю, чтобы вы специально обратили внимание. Если у вас есть уже готовая презентация с готовой... Не только в этой виртуальной комнате, практически ни в одном вебинаре они не работают. Поэтому, если у вас есть презентация с красивой анимацией, заранее сделайте раскадровку. То есть вместо этой анимации сделайте, избавьтесь от нее и сделайте несколько отдельных кадров. Чтобы не быть неприятно удивленными, если вы подгрузите свою презентацию, посмотрите на первый кадр, там все нормально. А когда дойдете до 10 кадра, где у вас была анимация, вдруг обнаружите, что вся ваша анимация схлопнулась в какую-то совершенно неприятную картинку, которую неизвестно как показывать. Вот это всегда помните. То есть раскадровка анимаций это то, что надо сделать, то, что отличает презентацию, которую вы показываете с компьютера. Например, на конференции или в зале от той презентации, которую вы показываете на вебинаре. То есть разные критерии качества существуют для презентации, которые вы через проектор показываете, и презентации, которые для вебинаров. Если в первом случае применение анимации допустимо и даже иногда очень хорошо, то во втором случае она просто недопустима. Ну и тут мы подходим к вопросу вот такому. Вот тут набор тезисов, которые про презентацию я хотел бы вам довести. Итак, изготовление первого кадра, это очень важно, первого слайда. Первый слайд представляет ваш вебинар. И желательно, чтобы первый слайд прямо в начале вашего вебинара, до того, как народ будет собираться, уже был высвечен. Там должна быть ваша фамилия, возможно, ваша фотография, обязательно название вебинара, желательно время проведения вебинара, ну и какая-то дополнительная информация. Когда люди собираются в вебинарной комнате, надо сразу дать им понять, что вот он уже вебинар готов, он точно начнется, в точно время по расписанию, и вот оно название такое вебинара. Ну, то есть, чтобы они уже себя почувствовали в процессе самого вебинара, который вот-вот должен начаться. Следующий очень интересный вопрос. А в каком разрешении подготовить, прошу прощения, в каком размере подготавливать презентацию? Какое соотношение сторон выбрать? 4 к 3 или 16 к 9? Презентации 16 к 9 становятся все более популярны. Это вытянутые такие презентации. Современные проекторы их поддерживают, они разверстываются на полный широкий экран, и это очень здорово. Но в большинстве вебинаров, не во всех, но в большинстве вебинаров лучше использовать презентации 4 к 3, то есть старого такого формата, вот такая, как у меня сейчас здесь и есть. Вот здесь 4, а вот здесь 3. Это соотношение сторон. Дело в том, что сама конфигурация комнаты предполагает, что по бокам будут какие-то фреймы, в которых будет находиться какая-то информация. Вот, поэтому лучше делайте презентацию 4 к 3, она будет занимать большее место, соответственно, у вас будет больше возможностей для показа каких-то мелких деталей, потому что, например, презентация 16 к 9, она вот здесь будет выглядеть вот примерно вот так, занимать вот такое вот место, да, то есть несколько меньшее. Видите, а вот эти вот части, они уйдут куда-то. Однако, надо всегда примеряться под конкретную вебинарную систему. Есть вебинарные системы, которые имеют совсем другой способ показа, вот. И там презентация, например, там изображение самого спикера, оно накладывается на презентацию. Я, правда, не люблю такие варианты, потому что, как правило, отъедается место, которое непонятно какое место отъестся, вот, и иногда накладывается на очень важные части презентации. Вот, так что всегда понимайте, какой размер презентации в вашем случае, какое соотношение сторон самое хорошее. Третий пункт. Да, вот давайте как раз здесь случай, когда хорошо бы это отмечать. Так, первый, второй, третий пункт. Используйте всегда шрифты по умолчанию. Мало ли что. Дело в том, что очень часто, если вы используете шрифты, которые вебинарная комната не понимает, она их просто превращает при загрузке презентации в вебинарную комнату, а при загрузке презентации в вебинарную комнату, она просто для себя их превращает в набор изображений, с которыми уже ничего больше не сделаешь. Вот при этой конвертации она применяет стандартные шрифты. При этом, если вы использовали какой-то красивый шрифт, который занимает одно место, при преобразовании он может занимать совсем другое место, и ваша презентация может вообще вылезти за экран, что недопустимо. Поэтому лучше с самого начала применяйте шрифты какие-то самые стандартные, там типа Ариэля и так далее. По поводу четвертого пункта я уже сказал, только повторюсь, что всю анимацию надо превращать в... раскадровывать, превращать в один или несколько слайдов. Причина, тоже уже сказал, потому что при загрузке презентации каждый кадр превращается в отдельное изображение, вот, и уже никаких механизмов анимирования этого изображения не существует. Вебинар здорово отличается от просто показа презентации в зале тем, что вы можете дать людям ссылки, и эти ссылки, они могут скачать презентацию заранее, и просматривать эти ссылки прямо в процессе вебинара. Поэтому старайтесь на все, на что возможно, на что вы указываете, как на внешний источник, давать явные ссылки. Это очень здорово, потому что это вообще... Ну, иногда спрашивают, вебинар, он настолько же хорош, чем личная встреча, или он все-таки хуже. Так вот, использование ссылок в вебинаре говорит о том, что иной раз вебинар не просто столь же хорош, а иногда гораздо лучше, чем личная встреча, на которой нет возможности эти ссылки посмотреть, или презентация во время конференции, где все только смотрят. Вот, поэтому это положительный момент. Используйте и используйте ссылки прямо в своей презентации. Имейте в виду, что встроенные объекты не работают. Если вы какие-то объекты встроили в презентацию, например, такие, как видеоролики и прочие встроенные объекты, они, разумеется, просто преобразуются в картинку, и тоже никаким нажатием на курсор ничего не получится. То есть, решайте этот вопрос заранее. Если вам нужны те функции этого встроенного объекта, возможно, его как-то надо тоже либо раскадровку сделать, либо каким-то другим образом сделать. Вот, например, по поводу видеороликов, пункт 7. Видеоролики надо просто загружать отдельно и запускать в тот момент, когда вы хотите их показать. Имейте также в виду, что вам, я уже это говорил, когда мы говорили о форматах, но повторюсь, что во многих вебинарных комнатах вам придется заранее преобразовать вашу презентацию в формат PDF. Вот, и уже формат PDF, собственно, загрузить в ваш вебинар. Ну и, как всегда, следим за размером файла, чтобы он не раздувался. Если вы в файле используете много изображений, и изображения эти не JPEG-овские, а в формате PNG, он достаточно грузный такой формат, то может статься, что где-то после 20-30 таких слайдов у вас объем вебинара будет больше 50 мегабайт или больше того лимита, который используется конкретно в вашем случае. Имейте это в виду и всегда следите за файлом. Вот, а то иной раз получается, что спикер заканчивает свою презентацию за 5 минут до начала, и вот тут оказывается, что презентация-то, оказывается, тяжелая. Вот, и что делать, он не понимает. Ну, а делать можно многое. Либо облегчить эту презентацию на предмет картинок, преобразовать их в JPEG, либо срочно преобразовать файл в PDF. При преобразовании PPT-файла в PDF, он сразу ужимается раза в три примерно. Вот, и это здорово, это помогает, когда у нас мощная, большая презентация. Ну, презентация важна, но, тем не менее, это не последнее, что можно применять. Поговорим немножко о тексте. Эту картинку я вам уже показывал, кто был на моих предыдущих вебинарах, посвященных типографике. Еще раз покажу. Все, что я говорил про типографику, действует и в презентации. Всегда надо иметь в виду, что через форму текста автор передает важное сообщение читателю, и от этого сообщения зависит восприятие. Если типографика вашей презентации плохая, то и вебинар у вас получится плохим, потому что смотрится это достаточно неряшливо. Соблюдайте типографику. Если хотите про типографику подробнее узнать, смотрите запись вебинара, который проходил на прошлой неделе, в начале недели. Вот там подробнее про типографику рассказано. Ну и читайте вот эту вот статью. Это хорошая статья из четырех глав. Займет у вас примерно минут 45 ее прочтение. Как улучшить иленинг при помощи типографики. Одна из немногих статей, где одновременно есть упоминания онлайн обучения и типографики. И типографика рассматривается не просто в контексте подготовки текстовых материалов, а и в учебном контексте тоже. Ну и еще один текст, который часто используется. Здесь мы тоже залезаем уже немножко в формат взаимодействия. То есть ко второму вебинару этот слайд тоже подойдет. Это использование текстов в чате. Во-первых, в чате приходится использовать телеграфный стиль. У спикера нет времени на то, чтобы оформлять свои мысли литературным языком. Дело в том, что спикер должен постоянно говорить. Считается, что если спикер замолчал хотя бы на 3 секунды, это уже плохо, потому что визуального контакта, кроме вот этого окошка, где присутствует спикер, нет. И длительное молчание вызывает плохой эффект в вебинаре. Вот. Поэтому общайтесь коротко. Имейте также в виду, что в чате нет спеллчекера, привычного к нам. Поэтому внимательно следите за вашими словами. Неграмотно написанное слово, оно портит впечатление о спикере. Поэтому заранее думайте, что вы будете писать. А если есть возможность, не общайтесь в чате, а общайтесь голосом. Потому что это... Ну, в чате тоже иногда приходится спикеру общаться. Например, он запускает какой-то учебный фильм, ему задают вопросы в чате, и он же в чате отвечает. По возможности, поэтому, чтобы избавиться от вот этого телеграфного стиля, от того, что в чате нет спеллчекера, делаем заготовки для текстов и ссылок заранее. То есть, например, параллельно открываем вашу презентацию в PowerPoint, чтобы она была в отдельном окошке, и оттуда можем брать кусочки текста. Либо делаем заготовочки. Вот такие заготовочки, как вы видели в самом начале нашего чата. Вот она присутствует. Например, у меня такая заготовка есть в моем файле с расписанием вебинаров. Я ее постоянно использую. Там именно та информация, которую я хочу довести. Вот таких заготовок можно сделать несколько и их использовать. Ссылки в чате можно и нужно давать, но давать их нужно в разумном количестве. Все-таки желательно, чтобы количество ссылок в чате было такое, чтобы слушатели успевали их посмотреть, хотя бы так, чисто визуально, что это за ссылки и что с ними будет. Если ссылок надо больше, то давайте их в презентации и советуйте скачивать эту презентацию, использовать потом эти ссылки. Ну и, наконец, настройте цвет своего чата так, чтобы он отличался от цвета слушателей, чтобы речь в чате спикера выделялась цветом и сразу все понимали, что он ответил на какой-то вопрос, не приходилось бы им что-то искать. Так, я вижу появление какого-то вопроса. Возможно, я об этом расскажу на следующем вебинаре, но тут вопрос такой. Вообще говоря, про вебинар можно рассказывать трем видам, трем ролям. Как себя вести слушателю, как себя вести и что делать спикеру, и как себя вести и что делать организатору. Это три совершенно разных роли, и у них разное поведение, в том числе и разный этикет. Вот, да, ну, вы знаете, меня не очень сильно отвлекает то, что здороваются в середине, но вообще, конечно, можно и не здороваться, потому что, ну, в общем, это лишняя информация в процессе вебинара. Вот, я думаю, что никто не посчитает вас невежей, если вы не поздороваетесь во время вебинара. Вот, ну что ж, с чатом мы закончили. Теперь опросы. Во многих вебинарах есть опросы, то есть можно сформировать какой-то опрос и потом им его показывать. Опрос это, это либо мы измеряем процент слушателей, которые считают так или иначе, либо этот опрос может быть похож немножечко на тест, и в этом случае имеет смысл использовать некоторые упрощенные правила тестологии. То есть, если в вопросе есть правильный ответ, да, то не надо делать его визуально заметным. Там, например, если вы спрашиваете, от кого произошел человек, и варианты ответов там от ящерицы, от собаки и от человека, и от обезьяны. Если вы пишете последний ответ таким, от обезьяны, и он вышел из Африки 120 тысяч лет назад, то это неправильно, потому что это длинный ответ, он уже подсказывает, что он правильный. Вот, надо делать так, чтобы визуально ответы были все одинаковыми. Ну, также надо исключать отрицание в вопросе, избегать всякого наукообразия и усложнения вопросов, потому что вам надо получить правильный ответ, а не запутать слушателя вашим вопросом. Ну, это общие правила, в общем, они действуют и в случае обычного теста, и в случае опроса в вебинаре. Изображение. Большой тоже пункт, который надо обязательно рассмотреть. Вот тут сразу такой вопрос. Изображения, они должны содержательную информацию нести или что-то могут еще нести? Нет, не только содержательную информацию, они могут нести еще и эмоциональную окраску какую-то. И это очень часто. Не всякий тезис можно проиллюстрировать конкретной информацией по сути этого тезиса, но практически каждый тезис можно снабдить рисунком, который будет создавать соответствующее настроение. Вот, пожалуйста, используйте это, потому что создание настроения – это тоже очень важно. Попробуйте подобрать такую визуальную метафору, которая ваши тезисы подтверждает. А вот в данном случае вот этот вот котик, Manul, он у меня выполняет две функции. Сейчас вы поймете. Он, с одной стороны, он визуальная метафора, и в данном случае он иллюстрирует пункт 1. То есть вот это пример визуальной метафоры. И сейчас мы придем к третьему пункту, где он уже будет не как метафора использоваться, а как прямой показ тезиса. Второе. Это имейте в виду, что качество картинки – это качество вебинара. Не используйте плохих картинок по цветопередаче и картинок, которые по своему разрешению хуже, чем то, что можно показать в вебинаре. Нет ничего хуже? Нет. Ну, всегда есть, чего хуже. Но плохо, когда картинка по разрешению пикселизуется, и вы вынуждены ее расширять и показываете некрасивую, некачественную картинку. Это плохо. Пойдите, поищите лучшую картинку тогда. Или даже вообще откажитесь, хотя это плохо. Либо замените картинку, непосредственно иллюстрирующую ваш тезис, на вот такую визуальную метафору. Третий пункт – это альфа-канал улучшает привлекательность. Что такое альфа-канал? Это канал прозрачности, когда фон картинки прозрачный. Соответственно, эта картинка вставляется на фон презентации только своим контуром. Вот как этот котик. Вот он вставился своим контуром. Да, и, ну, вместе с тенечком. Вот, а не вот таким прямоугольником. Таким образом, если у вас есть возможность вставить, найти и вставить такую картинку, используйте этот вариант, и он будет лучше выглядеть, чем картинка на каком-то фоне. Ну, и в данном случае мы видим, что вот этот котик, он как раз иллюстрирует, является не только визуальной метафорой, но и непосредственно иллюстрирует пункт 3. А если надо использовать картинки в более высоком разрешении, чем можно показать в презентации, ну, тогда эти картинки прилагайте, пожалуйста, прямо к презентации и показывайте отдельно. Вот, например, тут у меня есть такая картинка. Это ось времени такая, плакат ось времени, развитие цивилизации, взаимная мощь цивилизации, начиная с 2000 года до новой эры и до 1950 года, если не изменяет память. Файл в высоком разрешении, его можно увеличить, вот сейчас, нажав на плюсик, вы можете его увеличить, вот так вот, просмотреть. Ну, а еще лучше его скачать и рассматривать средствами не вебинара, а средствами уже какого-то вьювера, который есть у вас на компьютере в полный экран. Вот, когда у вас есть такая иллюстрация, давайте ее для скачки. Давайте ее в виде отдельного файла, а не встраивайте в презентацию, потому что в данном случае это не имеет смысла. Это был пункт 4. Пункт 5. Как всегда, следим за форматом файла и его размером. Про форматы я сказал, это JPEG и PNG желательно использовать. Про размер, как всегда, чтобы он влезал в вебинарную комнату и не ругался вебинар на него. То есть, это надо всегда помнить для всех видов файла. Ну и, наконец, вопрос, который примыкает к пункту 4. Это вопрос, вставлять ли в презентацию или показывать отдельно. Ну, почти всегда имеет смысл встраивать в презентацию, когда это видно, когда можно красиво встроить и без потери качества. Ну, уже я пояснял, что бывают случаи, когда изображение имеет смысл поместить отдельно, показать его отдельно и дать его скачать отдельно от презентации. Особым случаем картинок, изображений являются скриншоты. Очень часто приходится объяснять в процессе вебинара, что же происходит на экране, рассказывать о каком-то сайте, о каком-то сервисе, о какой-то программе и так далее. И вот тут надо иметь в виду, что скриншоты могут быть плохие и хорошие. То есть, подготовка скриншотов – это значительная дополнительная работа, которую вы должны на себя взять и сделать ее хорошо. Вот пример плохого скриншота. Почему он плохой? Потому что здесь просто взят весь экран и помещен в слайд. Вот, просто кинули в слайд и все. При этом, зачем-то здесь присутствует лишняя информация, вот о том, какие приложения установлены на моем, в данном случае, компьютере. Вот это только отъедает лишнее место. Во-вторых, собственно, ничего не видно. Вот, что здесь за слова написаны, что в меню, и даже вот эти вот подписи, вот эти неразличимы. И здесь ничего не понятно. То есть, на основе этого скриншота можно говорить только какие-то общие вещи, не показывая сути того, что вы хотите рассказать. А вот пример хорошего скриншота того же самого. Что мы сделали? Во-первых, мы взяли только часть изображения. Во-вторых, перед тем, как делать скриншот, я перешел из полноэкранного режима приложения в оконный режим и сжал это приложение настолько, насколько это возможно, без ухудшения качества восприятия. Вот, то есть, все элементы интерфейса, они поджались друг к другу и стали компактными. Вот здесь уже хорошо различимы и все элементы интерфейса. И, кроме того, применены вот такие вот стрелочки, обводки какие-то и так далее. Ну, конечно, я могу все эти стрелочки нарисовать и в процессе работы над вебинаром. Но лучше, чтобы вы сделали это заранее, тем более, что есть специальные средства, которые хорошо это все делают. А чем же это все готовить? Ну, вот мой любимый скриншотер. Да, целая категория программного обеспечения называется скриншотеры. Как правило, это очень коротенькие, маленькие программки, которые устанавливаются на ваш компьютер и позволяют делать хорошие скриншоты. Ну, вот, то есть, вытаскивать часть экрана и потом рисовать на них какие-нибудь стрелочки, обводки, пункты, меню и так далее. Ну, вот, чтобы не быть голословным, давайте я вам покажу, как это делается. Вот я сейчас, вы видите, например, меня, видите количество участников, чат. Я вот участок этого изображения сейчас, прямо сейчас сниму. Вот я сделал участок этого изображения. Быстро отправил его в облако, что позволяет делать скриншотер. И вот я уже его вам... А, да, давайте я что-нибудь вставлю еще. Да, совсем забыл. Так, лучше еще раз это сделаю. Так, ну вот, какие-то стрелочки поставлю на себя, например. Обведу окошко с участниками. Ну и проставлю пункты. Один, два и три области. Это я все делаю в реальном времени. Как вы видите... Ну, вы пока не видите, но сейчас увидите. Формирую ссылку и быстро это в чат посылаю. И вот вы видите скриншот, который я вот прямо сейчас для вас сделал. Собственно, этот эпизод тоже относится уже к поведению спикера. Но нам сейчас важна не скорость, с которой это все делается, а то, что вот это можно делать при помощи данного скриншотера. Выставлять вот эти стрелочки, брать только часть экрана, ну и много прочих приятностей. Так что установите себе вот этот скриншотер на компьютер, и будет вам очень удобно. Ну и другой скриншотер, который достаточно удобен, это MonoSnap. Он позволяет еще и делать вот такие же вот стрелочки, проставлять к скринкастам. То есть делать очень кратенькие скринкасты, записи экрана, и на них проставлять такие стрелочки для пояснения. Собственно, предыдущий Clip2Net, вот этот, он тоже умеет это делать, но только в платном режиме. А в бесплатном он умеет делать только скриншоты, и с видео не работает. А этот в бесплатном режиме, MonoSnap, делает то же самое. Вот. Ну и тут мы подошли к вопросу о видеороликах. Итак, первое, что хочется сказать, это то, что видеороликов в вебинарах полезны. Почему я это повторяю? Потому что это дискутируемый вопрос. Многие говорят, что видеоролики не нужны, в видео лучше использовать там демонстрацию экрана или еще чего-то. Я считаю, что видеоролики чрезвычайно полезны, и имеет смысл их показывать. Причем они могут быть очень разные, и применяться для разного. Вы можете применять видеоролики демонстрации, но в этом случае они должны быть короткие, 1-3 минуты. Вот одну из таких демонстраций я вам сейчас покажу. Один из моих любимых видеороликов, который за 50 секунд поясняет основные методы дизайна. Давайте его посмотрим. Продолжение следует... Ну вот, даже в 30 секунд уложились для того, чтобы показать все элементы дизайна. Очень интересно. Ну, я надеюсь, что интернет зависает не у всех. Есть проблемы еще у кого-то? Ну, в любом случае, на видео все будет нормально, а сейчас придется как-то немножко потерпеть. Если у всех начнет зависать, я просто перегружусь, и этот эффект может пропасть. Следующий вариант – это учебные ролики уже непосредственно. Те, которые показывают, что и как конкретно, и, собственно, обучают. Они могут быть немножко длиннее, но тоже не очень длинные. Примерно 4-7 минут. Точно так же те же рекомендации, которые для учебных роликов вообще существуют. Вот следующий пункт. Давайте я с него начну. Это четвертый пункт. Имейте в виду, что ролики высокого разрешения, они хороши для просматривания в офлайне, но они плохи для вебинара. Дело в том, что даже для YouTube они хороши, а вот для вебинара не очень хороши. Во-первых, тут есть несколько аспектов. Во-первых, в вебинаре вы всегда показываете только часть экрана. Ну, как правило, можно, конечно, развернуть на весь экран. Соответственно, все высокое разрешение, оно не будет иметь смысл, потому что вы показываете только в небольшом фрейме это все. И при этом высокое разрешение заставляет вебинар прокачивать все эти мегабайты через интернет. И у него может не получиться. То есть у значительного числа людей может это показываться рывками, зависать и так далее. Поэтому подготавливайте ролики с тем разрешением, с которым максимально необходимо. Не выходите за этот. Не надо Full HD делать ролики. Достаточно, например, ролики делать в разрешении 720p, то есть 1280 на 720. Этого вполне достаточно для вебинара, чтобы нормально все показать. Ну и не надо уж, конечно, занижать качество очень уж сильно. Там, например, 360p это иногда достаточно, но уже видно, что интерфейс размыт, например. Как всегда, следим за размером файла и его форматом. Это я повторяю для каждого вида медиа. Ну и вот тоже очень интересный момент. Каков допустимый объем видеоинформации в вебинаре? Очень сильно зависит от задач. Если это маркетинговый вебинар или какой-то показ, демонстрация, то я думаю, что 10% вполне достаточно. Если это учебный вебинар, то допустимо процентов 30, а то и 50 заменять видео. Потому что видео очень даже неплохо заменяет, заменяет собственно сам вебинар, вот трансляцию, вашу трансляцию. Если видео подготовлено хорошо, то его использовать в вебинаре тоже достаточно здорово. Да, ну и надо иметь в виду, что если вы используете видео в вебинаре, у вас появляется свободное время для того, чтобы ответить на вопросы. Потому что пока вы демонстрируете видео, вы можете ответить в чате на те вопросы, которые возникли. Это достаточно здорово. Ну и вообще передохнуть, выпить воды, что всегда для голоса важно. Ну и последний, седьмой пункт. Загружать или использовать YouTube. Загружайте всегда, когда есть возможность, потому что использование YouTube во многих вебинарных системах очень неустойчиво и очень странно. Ну вот, например, в нашей вебинарной системе, Meropolis Virtual Room, YouTube анонсирован, но показывается очень плохо. Ну то есть просто не показывается. В других вебинарных системах происходят, например, такие вещи. Вы можете... Вот есть система, которая вообще не допускает загрузки видеофайла. Надо проигрывать с YouTube. То есть вы заранее загружаете на YouTube, а потом проигрываете. Но при этом происходит следующая неприятность. Вы запускаете файл, а у каждого из ваших слушателей есть возможность этот файл остановить, снова запустить и так далее. Соответственно, если вы останавливаете файл, то у всех остальных он продолжает идти. То есть сразу происходит рассинхронизация и ничего с этим вы поделать не можете. Поэтому, если есть возможность использовать загружаемые файлы, то загружайте их. Ну и особый вид контента для вебинара – это скринкасты. Почему скринкасты? То есть скринкасты – это запись экрана с голосом, с вашим голосом. Во-первых, это демократично и доступно для изготовления самим спикером. Во-вторых, это контент двойного применения. То есть сделали один раз скринкаст для вебинара, потом можете его, во-первых, постоянно использовать в своих вебинарах. То есть, конечно, запись скринкаста требует больше ресурсов, чем просто демонстрация презентации. Но однажды подготовив скринкаст, вы потом получаете возможность использовать его на каждом вебинаре. Кроме того, этот скринкаст будет иметь и дополнительное значение. Он будет просто учебным видеороликом, который вы, например, сможете вставить в свой видеокурс и использовать уже по другому назначению. Не мой скринкаст – это прекрасно для вебинара, потому что… Ну, то есть без вашей озвучки. Потому что он, с одной стороны, делается еще проще, еще в 2-3 раза быстрее, чем просто скринкаст с озвучкой, который требует какого-никакого монтажа все-таки. А с другой стороны, он прекрасно выполняет свою функцию. Вот давайте я вас сейчас продемонстрирую частично скринкаст обычный. Ну, буквально минутку покажу вам со своего скринкаста. Добрый день, друзья. Меня зовут Павел Калиников, а мы с вами продолжаем изучать интернет-сервисы в рубрике «Практикум автора учебного контента». Сегодня с вами мы рассмотрим интернет-сервис SyncLink, в частности, его возможность создавать интерактивные видеоролики. В настоящий момент я нахожусь в своем аккаунте SyncLink, и я должен выбрать источник видеоролика для того, чтобы на его основе создать интерактивный видеоролик. Я могу нажать на одну из вот этих кнопочек и выбрать источник видео. Я выбираю видео с YouTube. Теперь я должен ввести ссылку ролика. Я выбираю вот... Ну и так далее. Вы видите, что тут есть голос поясняющий. Этот ролик самодостаточный. Его можно смотреть как в вебинаре, так и в другом месте. Вот. И он подготовлен, ну так, более-менее добротно. А вот теперь посмотрите кусочек скринкаста, немого скринкаста, который просто идет в фоновую музыку. Он требует... Такой формат требует озвучки прямо в процессе вебинара. И иногда это даже лучше, чем обычный скринкаст. Вот, например, ролик, который я показывал недавно на одном из вебинаров. Это как работать в сервисе, который называется Flixpress. Вот я сейчас начинаю комментировать по ходу дела. Заходим на сайт Flixpress. Входим в свой аккаунт. Попадаем на главное окно с наборов шаблонов. Отсортировываем только бесплатные шаблоны. Выбираем какой-нибудь один из шаблонов. И редактируем его. Переходим в режим редактирования. Вставляем свои фразы вместо шаблонных. Выбираем разрешение 720p и просматриваем результат. Переходим в список просмотров. Вот проходит какое-то время, и сейчас высветится наш ролик. Мы можем его просмотреть. И вот здесь мы видим, что уже ролик кастомизировался на наши фразы. Теперь мы можем его преобразовать и скачать. Осталось только этот ролик скачать. Выбираем Download. Выбираем Download HD в хорошем качестве. И сохраняем на свой компьютер. Откроем его сразу в плеере. Вот он уже на нашем компьютере, в моем плеере. Вот и все, что надо знать про этот сервис. Сейчас вы увидели в действии, что такое немой скринкаст и как он помогает при проведении вебинара. Альтернативой являлась бы демонстрация экрана. Вот здесь вот пункт, какой-то у нас пятый, четвертый. Демонстрация экрана. Но я не рекомендую пользоваться демонстрацией экрана в том случае, если можно заменить ее на немой скринкаст, подготовленный заранее. Почему, расскажу на втором вебинаре, который у нас будет в пятницу. Ну и, разумеется, скринкасты, надо иметь в виду, что они сильно улучшают качество вебинара. То есть их не просто разумно использовать, но даже нужно использовать в том случае, когда надо показать какое-то движение, надо показать развитие сюжета, надо показать, как работает функционал и так далее. Используйте скринкасты, изготавляйте и используйте их в своих вебинарах. Чем можно изготавлять скринкасты? Свободный сервис, который называется Screencast-O-Matic, при помощи им можно записывать скринкасты. Второй продукт, который я советую, это iSpring FreeCam. Бесплатная программа из компании iSpring. У нее прекрасная русская документация, и ей очень просто овладеть. Это тоже рекордер, при помощи которого можно записывать все. Ну и, наконец, хорошая большая программа, которая называется Camtasia Stadia. Сейчас девятая версия в ходу. Это не только рекордер, но уже и редактор видео-аудиомонтажа встроенный. Причем очень хороший редактор, там большое количество функций, но при этом это все то, что нужно автору, скринкаста, преподавателю, а совсем не то, что там входит в профессиональный набор видео-редактора. Вот три таких средства я вам советую. Ну и остался последний пункт там рассмотреть, это использование материала Creative Commons в вебинаре. Имейте в виду, что вам всегда может потребоваться какие-то материалы дополнительные. Где же их найти, чтобы обезопасить себя от всяких юридических проблем. Особенно, если вы даете вебинар на какую-то большую аудиторию, делаете вебинар от какой-то крупной компании, которая заинтересована в отсутствии проблем юридических. Вам всегда на помощь придут материалы, распространяемые по лицензии Creative Commons. Это свободная лицензия. В России, например, у нее есть юридический статус. В четвертой части Гражданского кодекса она упомянута, возможности ее использования. Свободная лицензия означает, что материал хоть и не находится пока в общественном достоянии, но его можно использовать свободно, его можно преобразовывать, использовать его части каким-то образом, делать производные произведения. Единственное, что необходимо, это указывать авторство. Есть некие нюансы в такой лицензии. Иногда авторы в этой лицензии поясняют, что можно это делать только в том случае, если и конечный результат по свободной лицензии распространяется. Но это уже нюансы. Изучение свободной лицензии мы сейчас не будем проявлять. Так где же можно найти материалы под свободной лицензией? Если это звуки, это можно сделать в YouTube по этому адресу. Там есть замечательный набор музыки и звуковых эффектов, которые можно использовать в своей работе. С фильтрами. Например, я очень люблю фильтр по настроению, музыку выбрать и подложить в свой скринкаст с тем, чтобы создать какой-то фон, фоновую музыку. Свободные видео есть на YouTube. Вот, например, присутствующие у нас тут, присутствовавшие у нас тут авторы. Например, вот примерно полторы недели назад у нас был Алексей Сидоренко из Теплицы социальных технологий. Вот Теплицы социальных технологий. Все свои видео выкладывает под лицензией Creative Commons на YouTube. Если посмотреть описание видео, то внизу вы всегда найдете ту лицензию, под которой она выложена. А если там написано Creative Commons, значит, можете смело использовать этот ролик, встраивать его, скачивать, использовать в вебинаре и так далее. Вы можете искать картинки Creative Commons вот таким вот образом, прямо в поиске, в картиночном поиске в Google. Выбираете инструмент поиска, выбираете права на использование и выбираете здесь с лицензией на использование. Правда, количество картинок при этом сразу резко уменьшится, но зато юридическая сторона будет на высшем уровне. Ну и, наконец, искать такие картинки или вообще любые медиафайлы можно на Вики-складе, где сейчас уже более 45 миллионов различных медиафайлов выложено. Вот. И Вики-склада у нас была посвящена в начале нашего учебного года целая специальная... целый специальный вебинар. Вебинар наш постоянный спикер Софья Багдасарова, которая сейчас ведет вебинары по искусствоведению и истории искусства. Если вы помните, я ее попросил первые два вебинара сделать по Википедии. И один из этих вебинаров был посвящен тому, как искать информацию на Вики-складе. Вот там достаточно хорошо это все разъяснено, потому что поиск на Вики-складе – это достаточно такая нетривиальная задача. Что-то сразу находится прямым поиском, а что-то надо искать вот некими другими, при помощи некоторых других возможностей. Мы с вами исчерпали тему сегодняшнего вебинара практически полностью. А, нет, не исчерпали. Еще один момент, который я не включил в ваш этот самый, в список, потому что это уже не препродакшн, а постпродакшн. То есть мы рассматривали, какой контент применять в вебинаре, а теперь рассмотрим вопрос о том, что и сам вебинар является контентом. Если делать записи вебинара, то это очень здорово. Это самостоятельный вид контента, который может выполнить потом всякие задачи. Во-первых, запись можно использовать вторично. Вот сейчас я только что это сделал. Мы записали этот вебинар, и теперь я вам просто даю ссылку на него, если вы хотите более подробно узнать данный вопрос. Это здорово, когда у вас набирается много вебинаров, которые вы уже провели и записали, то вы вместо того, чтобы делать повторную работу, можете просто ссылаться на то, что вы уже делали, на свою запись посмотреть и так далее. Запись можно разделить на более мелкие ролики. Если решаются отдельные вопросы в вашем вебинаре, то из вот этих частей можно сделать учебные ролики. Конечно, качество этих учебных роликов несколько меньше, чем специальный скринкаст, который бы вы сделали, но зато это все очень просто, не надо делать никакой дополнительной работы, просто выделили кусок, и вот он, ваш учебный ролик. В конце концов, запись может быть отдельным продуктом. Некоторые компании продают записи своих вебинаров. Например, посещение вебинара стоит столько-то, а запись стоит в два раза меньше. То есть это может быть отдельным продуктом. Ну и, наконец, запись выполняет рекламные функции. Если вы много записали вебинаров, разместили на своем канале в YouTube, то это продвижение уже вашего личного бренда как преподавателя, ну и продвижение бренда вашего учебного заведения, если вы это делали в рамках своей работы в учебном заведении. Таким образом, вот есть все за то, чтобы делать записи вебинара и ее потом дополнительно использовать. Вот. Ну а теперь мы дошли до конца нашего вебинара, поэтому я себе позволю небольшую рекламу. Дам вам сейчас в чат эту ссылку. в начале, нет, не в начале, в конце мая, 22 мая, начнется мой очередной учебный курс, который я делаю совместно с компанией Ракурс. Это курс, который будет называться «Учебный цифровой контент». Это очень просто. Вот по приведенной ссылке можете полностью познакомиться с программой этого курса. Если у вас есть желание, милости просим в мой курс. Приходите, поучиться будет интересно. Ну вот и все. Я надеюсь, сегодняшний вебинар был для вас полезен. Я напомню, давайте я приведу еще раз ссылку пятничного вебинара, который продолжит наш разговор о том, что делать спикеру. И в данном случае это будет уже вебинар о том, как вести себя во время вебинара. Все, контент уже подготовлен. Вы вышли на вебинар, сказали свои первые слова, и вот теперь вам надо знать, что же делать в онлайне. Как говорить, как отвечать на вопросы, что делать, если какой-то негатив в чате появляется и так далее. Ну вот, собственно, сегодня все. Я благодарю вас за участие. У нас очень интересная неделя. Пожалуйста, приходите на все наши вебинары. Напомню, завтра у нас будет ректор Костромского государственного университета. Приходите, будет интересно. До встречи на новых вебинарах Директ-Академии. До свидания. Субтитры создавал Dирект-Академии.